здравствуйте друзья меня зовут николай сегодня передо мной стоит такая задача мне нужно зашить вот эти трубы спрятать и оставить отверстие под люк для счетчиков там для ревизии и замены фильтра эти канализации для вентиляции сегодня мы разберем как это сделать так же берем к разметке самое главное правильный развитец наш короб был ровный чтобы он не был перекошен никак по отношению к входной двери или к этой стене в этой снизу перекошен ничего страшного нашего не был перекошен одной двери то есть это вот видимо такая желательно чтобы угол между стеной и коробом 90 градусов желательно но не все так получается ваш помещение было от разной стены вот эти стены бывает развернуты так может не получится умерзли есть но наша задача упрощается значительно то если ему нет мы просто можем как как мы можем разметиться мы можем просто взять вот расстояние одинаковое расстояние от стены то нашего профиля да вот можем взять простой повелок уровень например да и вот провести нужно на линии но у нас есть лазерный ювелир вот оно что получается 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 что здесь у нас 19 половины этой стороны 19 половины вот примерно 19 половины тут и получается что есть угол 90 градусов между той стеной то же самое теперь приступим к креплению профилей от веревого стояния до послова до потолка отнимаем примерно на сантиметр так друзья после разметки первый саморез лучше крутить середину куда-нибудь зафиксировать дальше будет проще перед тем как сверлиться желательно подумать нет ни в стенах проводовый я хочу застреливаться возлюбиваться все желательно мы закрепляем сверху в середине сверху снизу и потом просто проходим между ними можно еще так что для скорости забивать перфоратор выставляем закручиваем самый такой аккуратный способ можно забивать молотком можно сделать вообще быстро самый быстрый способ но он повреждает самореза и можно как бы просто не рассчитать силы проскочить промок пробить его туда сквозь профиль толку от него не будет будет сложнее потому что эта стена нас кирпично не все нормально крепится это станет на блоках на дружу немножко там теперь потому что они хорошо держаться можно закрепить она будет изначально держаться хорошо а потом когда вы все уже сделаете облицу эти стену блин может такой эффект возникнет такого движения нажимается на будет двигаться учесть не заседка в этом месте обязательно и как бы сеночка когда не удавишь немножко будет двигаться и он на отдельно крепить как бы более серьезно к этому отнести теперь берем профиль к спине и спинополка берем шестерку пластиковую так берем саморез ну то вкручу но не до конца да еще один саморез вкручиваем не до конца вот рядом вкручиваем еще один саморез в эту же пробку так вот берем до конца вкручиваем еще один саморез вкручиваем еще берем вот так вот третий контрольный вот у нас получается такое крепление пусть очень жестко теперь то же самое делаем через 23 сантиметра также как и на той стене вот что у нас получилось в этом месте у нас к сожалению не хватило профиль вот так мы срастили его так получилось следующий этап нарезаем профиль профиль чтобы он входил примерно от 7-7 расстояние берем минус сантиметра 5 профилей на диск вот смотрите почему я кофе все наберу вот такие сейчас именно работы 0,6 вот здесь бывает профиль 0,4 миллиметра он не очень подходит к этим работам причем потому что вставляем вставляем сейчас покажу вставляем этот профиль да вот он у нас он у нас жесткий нам его не надо усиливать там дополнительно какими-то подвесами да вот между стеной вот так он вот очень жесткий если взять профиль 0,4 он будет болтаться и нам надо будет к нему дополнительно здесь установить какие-нибудь подвесы то есть скрепить его чтобы он не прогибался с точки зрения практичности вот поэтому покупаем 0,6 на 6 миллиметров ну 0,4 тоже не герметично просто дольше работы получается вот эта часть у нас как правило она у нас сделана за под лицом вот она вот в профиль у нас вот эта релизия будет торчать скорее всего если даже не будет торчать нам ее будет неудобно обслуживать из рука да вот рука у нас получается здесь релизия будет опираться в стену грубо говоря в локую в короб вот поэтому надо развернуть ну друзья смотрите расставим профили профили ставим как ну примерно где-то они должны быть через 50 но здесь такая ситуация что нам нужны рюки рюки где будут рюки мы усилием вот такими вот профилями отдельно ставим профили вот здесь будет один рюк рюк будет какой 40 на 40 вот мы делаем вот этот окно 41 чтобы в случае каких-то ошибок то есть мы ошибки с расчетами ну еще плитка поднимется у нас было какое-то небольшое там пространство для движения такого там да маневр какой-то был это первый рюк второй рюк у нас вот с этой стороны рюк этот рюк для вот этого крана да для крана привезем там эти краны такие шланг поменять такие мелочи он будет 20 на 20 у нас ставится вот уже два дополнительных профиля все они зависимо стоят в уровень теперь я не прикучиваю этот профиль настрою их так чтобы он не был много здесь не было пугов сцеплены или как они называются сшивателем я не пойду вообще а самолезами не хочу сцеплять чтобы здесь потом не было пугов чтобы сцеплены не было пугов еще одно новое вы наверное заметили что эта труба не посередине находится вот ее надо будет снять обрезать и выставить посередине чтобы потом впоследствии с применитацией не было проблем еще одно еще одно одно вещь и не обратно внимания вот этот рюк низ этого рюка он может быть по-любому выше сливного бычка на этом надо обратить внимание иначе может получиться так что будет упираться получилась небольшая накладочка не получилось записать как отрезана была вот эта сторона в общем там ничего сложного особо нет самое главное это не отрезать сил пальца вот надо быть осторожным определенно вот как бы сделаем облетки вот у нас здесь 86 см можно отрезать было да делаем облетки рулеточку отмечаем берем потом длинное правило длинное правило берем и по нему отрезаем ножом много раз несколько раз чтобы там поднул желез вот и аккуратненько подкладываем вот какой-то пробелец пробелец или какой-нибудь что-то такое ну какой-то предмет ровный какой-то подкладываем отбалну сначала вниз потом вот этот кусочек отмечаем отмечаем вот этот кулакок сейчас будем с помощью обзора отрезать вот 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 смотрите вот подлечки ничего не вырезали почему потому что лючки может быть их можно будет потом просто убрать ну сделать чуть меньше чуть-чуть например по желанию хозяина он пока что еще сам не определился по нему крючок вот может вообще не захочет делать внизу например не захочет делать и мы с ним вообще отверстия не делаем никакие мы примерно их выставили там профиля на них вот а вырежем их по месту также вот этим волшебным лобзиком их вырежем по месту и все по нужному размеру и по месту теперь надо этот лист занести и прикрутить вот установил этот лист смотрите перед тем как устанавливать лист и зашиваться вот делаем такие отметки то есть указываем где наши профили находятся где находятся наши профили указываем прям такие клинья африкичные да если что если они имеются конечно не имеется что-то подвозручное вот так вставляем с этой стороны примерно разгоняем снизу сверху и все можем спокойно вкручивать саморез зашиваться вот наши отметки как я уже говорил вот они отметки здесь профиля профиля мы пока что вообще не трогаем крутим пока что направляющую до профиля до самого так направляющую включим теперь смотрите мы изначально как вы помните не включили саморезы но не прикручивали вот эти самые профили профиль мы не прикручивали к направляющим там стоящий вот сейчас мы их прикручиваем вот как их надо прикручивать сейчас я покажу сразу его крутить не надо потому что профиль может скрутить его поднизу сначала мы его прокручиваем полностью поднимаем 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 направляющий направляющий с другой стороны вот он у нас да крутимся ближе а теперь прикручиваем а теперь прикручиваем самонаправляющую профиль в следующем саморезе все четко ничего не выворачиваем вымеряли его да поставили его примерно вот чтобы теперь он у нас не прикручен как сразу я вам говорил теперь мы его просто поднимаем вот эту в середине есть такая вот на любом профиле в середине есть такое вот ребро то есть от центра выставляем его на центр и прикручиваем теперь скручиваем профиль два профиля сейчас я сниму что получается у нас с той стороны я надеюсь там получится видно когда скрутилось два профиля вот у нас идеально просто встало немножко приподнимем чтобы был небольшой зазорчик вот что у нас получилось друзья сейчас наша задача вырезать вот эти вот ключи разметка у нас есть сейчас будем их вырезать вот Самое главное здесь, что нужно обратить внимание на трубы ПВХ, на фильтр, на щетчик, чтобы потом будем их резать лобзиком, да, мы не задели никакие тут элементы, да, не повредили щетчик, там, и трубы. Потом вот эту сторону просто нажимаем, проходим, делаем нагрев с нажимом. Вот, друзья, то же самое делаем с нижним блячком. Это у нас кран для унитаза. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Подписывайтесь, друзья, будет много еще интересных и полезных видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!